Поговорим о образе жизни разработчиков. Профессия у нас непростая, достаточно требовательная к ресурсам, поэтому мы все ищем варианты, как нам отключиться от работы и чтобы у нас было, по сути, меньше стресса. И каждый делает это по-своему. Кто-то ходит в качалку, кто-то занимается йогой, кто-то путешествует, кто-то гоняет на велосипеде с бешеной скоростью, кто-то делает это на мопедах. Но основная идея в том, чтобы разгрузить голову, потому что, да, мы сидим много, во-первых, нужно двигаться, а во-вторых, мы фокусируемся на конкретных задачах, и отключиться потом от работы бывает достаточно проблематично. Ну и здесь уже, конечно, многое зависит от условий, в которых люди живут. Я живу на юге Испании, и здесь мои коллеги гораздо больше, чем я, они предпочитают путешествовать. Здесь много красивых пейзажев, маршрутов. В частности, сейчас с коллегами мы выбрались в район, который называется Фрихеляно, и гуляем по местному маршруту. Хорошо. Один вот такой вот выходной, иной раз заменяет небольшой отпуск. Хотя казалось бы, ну отпуск, надо куда-то ехать. Собственно, у меня сейчас отпуск, вот мы приехали буквально на день. Когда живешь в таких пейзажах, можно никуда и не ехать. Что еще помогает отключиться от работы? Ну, конечно, это перемещение в пространстве, то есть прогулки, всевозможные парки, лес, природа, море, кого что доступно. Но, кроме этого, горячие ванны, если у вас есть ванна, потому что здесь это роскошь, в основном это просто маленькие души. Это общение с людьми, желательно далекими отойти, чтобы можно было обсуждать темы, связанные с работой. Тоже своего рода роскошь. В идеале, люди близкие вам по интересу. Кто-то занимается бегом, кто-то ходит в секции. Ну, кстати, секции хорошая тема. Это могут быть языковые секции, кто-то ходит у нас на танцы. Ну, на самом деле, любые здесь и лепка есть, кто для себя находит разные вещи по интересам. Главное, переключаться на что-то совершенно другое. Даже компьютерные игры могут подойти. С чего вообще состоит мой рабочий день? Как правило, первым делом мы встречаемся на утренние стендапы. Это небольшая встреча, на которой каждый специалист отчитывается, что он не бездельничал накануне, что он что-то делал. По сути, это нужно для менеджерского состава, мне кажется, больше, чем для разработчиков. Но так или иначе. А дальше бывает по-разному. Иногда в течение дня бывают встречи разной продолжительности в моей текущей компании. Редко бывает, когда встречи дольше одного часа. В предыдущей компании бывали встречи по два с половиной, по три часа. Так часто, но бывали. Бывало так, что полдня расписано по встречам. Но сейчас у меня встречи есть, но не в таком количестве. Бывает так, что на день приходится только одна встреча, вот помимо вот этой утренней. Бывает так, что даже ее нету. В принципе, вроде бы много времени на то, чтобы заниматься разработкой. Но на самом деле очень много времени уходит на то, чтобы решать какие-то проблемы. решать проблемы, почему не работает что-то, почему сломался припрод, так называемый stage environment, или local environment, почему мобильное приложение снова не работает. И обычно каких-то простых ответов на такие проблемы нету. Приходится общаться с людьми, с другими отделами, общаться, пытаться разобраться, в чем проблема, почему опять кто-то что-то поменял, но не уведомил. Ну и достаточно странный тип работы, который кто-то должен делать. Ну и разработчик тот человек, который обычно делает все и вся. И чем старше разработчик, тем больше на нем подобного рода обязанностей. И бывают дни, когда я могу не написать ни строчки кода. В эти дни, как правило, я больше всего устаю. Потому что, когда есть какая-то вменяемая задача, понятная задача, я могу поверстать, поработать над логикой, подумать, как это лучше сделать, более оптимально. Обычно такие дни проходят быстрее всего, и в конце дня я не чувствую себя уставшим. Но таких дней, к сожалению, меньше. Но без чего точно не обойтись. Это физическая нагрузка. Опять же, много сидим, много думаем. И физическая нагрузка позволяет разгрузиться. Опять же, на выбор. В идеале, какое-нибудь хотя бы кардио, чтобы было. Хотя бы велосипед. Но, опять же, можно обойтись длительными прогулками. Ну, даром. Иногда позволяет местность. В моем случае, в качестве физической активности, я уже много лет назад выбрал йогу. Я практикую йогу уже больше десяти лет. Я изучал теорию, практику. Кстати, теория тоже очень помогает в понимании того, что я делаю. Ну, и кто-то практикует медитации, тоже одна из составляющих йоги. Медитация, в частности, позволяет лучше концентрироваться. Это, в том числе, помогает еще и развиваться в профессии. Ну, и я от себя могу дать рекомендацию. Йогу я изучал на бесплатных интернет-йога-курсах по адресу openyoclass.com. Поэтому, если вдруг йога вам тоже интересна, добро пожаловать в openyoclass.com. Я изучал на бесплатных интернет-йогах по адресу. Большинство программистов относительно неплохо зарабатывает. Ну и не настолько хорошо, чтобы купить себе сразу квартиру или жилье какое-то, участок и так далее. Поэтому, так или иначе, вот этот стресс, который есть, он часто заглушается какими-то покупками. У кого на что хватает. При этом практика показывает, что никакие покупки, они этот стресс по сути не глушат. Поэтому, лично для меня, большая ценность, нежели деньги сегодня, это скорее свободное время. А его так, так мало. Поэтому, когда оно есть, хочется выбираться куда-нибудь, вот в такие вот места. Надо делать это почаще. Субтитры сделал DimaTorzok